Апостольский пост, да? Он же Петров пост. Но почему не назвали именем другого апостола, какого-то, вот именно апостола Петра? Да, могу объяснить. Вне венчают, замуж, выходить жениться нельзя, зачатие детей тоже запрещено. Сытое брюхо до молитвы и до учения глухо. Используя слово «колбаса», просто называя ее «соевой колбасой», употребляет этот продукт в пост, разве это не подмена понятий, не лукавство? Ну, конечно, это же лукавство. У христианина всегда есть три непримиримых врага. Это плоть, мир и дьявол. А как противостоять этому? Никак. Собаки лают, а караван идет. Приехали вы на море, там все включено. Вот будете выбирать овощи и фрукты? Ну, если уж и придется, знаете, по крайней мере, чтобы и было хотя бы чувство, ну, хотя бы какого-то стыда. И все задают вопрос часто, вот кому он сейчас нужен? Только вам скажу, больше никому. Добрый день! Это проект «На порядок выше» на Первом Приднестровском. Я, Ольга Гаврилова и священнослужители говорим на разные житейские темы. Для нас нет неудобных вопросов, мы ответим на все. И мы начинаем. Мой собеседник сегодня – протеерей Василий Кристи, настоятель храма преподобной Пороскевы-Сербской, села Терновка. Здравствуйте! Приветствую вас! Говорите, батюшка, мы с вами будем про Петров пост. Понятное дело, он как раз сейчас у православных. Что такое вообще Петров пост и почему Петров? Петров пост, он начинается именно буквально в смысле еще с первых веков христианства, и он называется апостольским, потому как к апостольскому служению апостолы возлагали серьезнейшие усилия, в том числе труд, пост, воздержание, лишение, гонение для того, чтобы возвести то, ради чего Господь призвал их, а именно к проповеди его Евангелия, Благой Вести. И апостольский пост называется потому как он имеет прямое отношение к празднику, который предшествовал этому посту, а именно за восемь дней до начала Петрова поста был праздник сошествия Духа Святаго на святых учеников и апостолов. Апостольский пост, да? Он же Петров пост. Но почему не назвали именем другого апостола, какого-то вот именно апостола Петра? Да, могу объяснить. Дело в том, что апостольский пост называется, и именно дата апостольского поста, эта дата была связана с освящением Свято-Петропавловского храма в городе Константинополь. И этот пост, он варьирует по датам от восьми дней до сорока двух дней. Именно с периодом, он играет с периода Пасхи. Именно знаем, что после Пасхи 50 дней. И Пятидесятница, восемь дней по правилам апостольских, день праздника, празднование Пасхи Пятидесятницы, и на восьмой день апостолы, в буквальном смысле, идут в мир для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Этот пост отличается от остальных постов тем, что он не такой строгий, как все, хотя на Руси его называют голодным постом еще, потому как закончились припасы, заканчиваются припасы, а новый урожай еще не наступил. И церковь благословляет к тому, чтобы хоть для того, чтобы облегчить его суровость, разрешает рыбу почти каждый день. Подождите, а хорошо, а что еще? Чем он еще более легкий, этот пост? Вне венчают, замуж выходить, жениться нельзя, зачатие детей тоже запрещено. Как этот пост менее строгий? Ну, по факту не совсем уж он и легкий. Этот пост, объясню, он был установлен еще по одной причине. Дело в том, что он называется как бы переносным. Для тех людей, которые не соблюдали великий пост, то дело в том, что сытое брюхо до молитвы и до учения глухо. Так говорит русская пословица. Поэтому в посте и молитве легче воспринимается лучше учение благодати Духа, Святаго, которая излилась на святых апостолов. И через них, на своих преемников, и доходит до нас, и изливается эта благодать до сегодняшнего дня на людей. Кроме этого, есть еще один интересный факт о заботе матери церкви о своих детях. Что греха таить? Мы после Пасхи разве не наелись? Здесь мы разных явств, мяс. У нас такой один парадокс интересный происходит в жизни. То, что запрещено, то сладко. Был серьезнейший период, когда можно было жениться, крестить своих детей, праздновать. Именно этот месяц, который попадает именно в этот период, именно с 12 июня по 12 июля, это всего лишь месяц, когда мы даже не заметили, когда почти 60 дней с Пасхи прошло, незаметно. А вот сейчас обращаем внимание, это немножко похоже на лукавство с нашей стороны. Конечно, нам же всегда, знаете, хочется веселья, и мы желаем как-то вот праздновать именно в эти красивые праздничные дни. Никто нам не запрещает радоваться, потому как сам Христос и наставляет на то, чтобы радоваться. Кто нам мешает в буквальном смысле встретиться со своими близкими друзьями? Дело в том, что у нас подмена понятий давным-давно происходит, и в некоторых смыслах она уже произошла. Каким образом? Люди обращают внимание не друг на друга, а обращают внимание на пищу, на питье, на убранство, на внешние факторы. А ведь дружба и общение, которые подразумевают эти встречи, они отходят на другой план. Вот в чем суть. Дело в том, что на первом плане даже при этих встречах должно идти внутренняя готовность проповедовать, ведь даже проповедь, она не только в Слове Божьем. Ну, а у нас идет что приготовить. Ну, конечно. На стол. Конечно, и это. Но мы знаем точно, насколько кудесницы, наша женская половина, да и мужчины великолепно, могут приготовить постные блюда, которые могу вас уверить. И вы были неоднократно, может быть, и телезрители внимательны к тому, что происходит, что даже постные явства, они намного вкуснее и превосходят в вкусе. Кстати говоря, не зря говорят, что сухие дрова лучше горят. Вот и... Больше пользы вы имеете в виду организму, да? Да, но не дымят, по крайней мере. И церковь, еще повторяюсь, еще раз, церковь, как любящая мать, она заботится не только о душе, но о сосуде, в котором живет эта душа. Смотрите, разве плохо, когда человек сам на себя и прислушиваясь к институту церкви, к ее мудрости придерживается установленных постов? Ведь пост в течение всего дня, и церковь, одна из самых строгих институтов, наша православная церковь, общая вселенская христианская церковь, она православная, уточняю, у нас кроме великих четырех постов, у нас среда и пятница, самая строгая. А этот же пост, у нас понедельник, разрешается рыба, вторник разрешается рыба, запрет на рыбу, среда и пятница, пожалуйста, четверг, суббота, воскресенье. Эти поослабления многие могут поспорить со мной, но если посмотреть повсеместно, храмовые праздники вместо чтимые святые или всеми чтимые святые, которые буквально в смысле разрешают вкушение рыбы, человек может... Мы просто привыкли жаловаться и сетовать на то, что ой, нечего кушать. Друзья мои, если человек правильно поставит акцент на окружающем, он поймет, что еда не самая важная. Смотрите, батюшка, вы говорили о лукавстве и подмене понятий, но когда человек, используя слово «колбаса», просто называя ее «соевой колбасой», употребляет этот продукт в пост, разве это не подмена понятий, не лукавство? Ну, конечно, это же лукавство. Знаете, дело в том, что не в вкусности порой, а в личном подвиге, в личном отказе, добровольном отказе. Ведь пост — это не только диета, это не одна пища. Как говорил блаженнейший митрополит Владимир, он говорил следующее, в пост самое важное — не кушать друг друга. Ведь мы очень часто, соблюдая пост, ну, естественно, тело от нее никуда не уходит, пока живы, и чувствуем за собой раздражительность, чувствуем за собой недовольство какое-либо. Вот с чем связан пост, с тем, что обуздать того самого глубинного внутреннего зверя. Вот в этом и состоит пост. Когда мы говорим, ведь пост не только в еде, и говорим, что я пощусь, а в храм не хожу, не исповедуюсь, со своими близкими жестокий строг, не проявляю дела милосердия и сострадания. Это самообман в буквальном смысле. А вы замечали, или вот, может, прихожане рассказывали, что вот именно во время поста как будто очень много провокаций со всех сторон, чтобы сбить человека вот с направления, заставить там его проявить агрессию, или вот много-много-много таких препятствий дается, чтобы вот где он споткнется, где он предаст Господа. Вот именно почему-то во время поста вот как-то все сконцентрировано вокруг этого. Ну, у христианина всегда есть три непримиримых врага, которые как ни крути, если ты подлинный последователь Христа Спасителя, то они будут восставать против тебя. Это плоть, мир и дьявол. И здесь можно остановиться конкретно в пару слов на каждом. Плоть — это попробуйте воздержаться или отказываться от привычек. Кто-то от сладостей не может отказаться, кто-то от сигарет, кто-то от пива или от каких-то других таких житейских слабостей, которые уже пришли, уже некоторые их и называют привычками с пометкой «вредными». И понимаете, что скажет тело? И давление, и там, не знаю, в буквальном смысле будет трясти и так далее. Кроме этого… Мир. Мир. Объясню. Дело в том, что когда ты отрываешься от мира, а церковь в буквальном смысле оно как корабль, и ты отрываешься от этой суеты мирской именно здесь. И начинают, знаете, пока вы были в мире, все нормально, вы как все. А вы отрываетесь, и начинается. А, ты стал богомолом, ты молишься, может, и там какие-то проблемы у тебя и так далее, и так далее. А человек в буквальном смысле почувствовал привязку. А как противостоять этому? Никак. Просто идти… Не обращать внимания? И идти своей дорогой. Собаки лают, а караван идет. И третье… И третье. Дьявол. Если он искусил самого Христа Спасителя, то, поверьте нам, этих искушений предоставит, если мы составляем своими трудами с помощью Божьей совершаемые, мы являемся его мишенью. Потому что его план, чтобы не допускать никого, чтобы войти в то обещанное Отечество наше. Петров пост – то, о чем мы говорим сегодня по большей части. Если соблюдали, ну, как положено, да, Великий пост, предпасхальный, то можно Петров пост не держать? Да нет, конечно. И вы знаете, это как в армии. Есть солдаты, которые более способны. Они свой устав исполнили, и указания своего военачальников. Но есть общая дисциплина, которая подразумевается от сдачи, не зависит от сдачи нормативов. Не сдан сегодня, сдашь завтра. Но эта дисциплина, как в армии, она должна быть присуща и присутствует в буквальном смысле. Здесь ничего лишнего не бывает в храме. Гармонично, в буквальном смысле. Все. И если мы не будем прислушиваться, кстати говоря, с любовью предоставленным нам в Совете Церкви, поверьте, придет вердикт не сильно хороший, который нам придется единожды от невоздержания услышать из уст всеми нами известными врачами, которые скажут, вот холестерин, вот ожирение, вот гипертония и так далее. Здесь ведь многие замечают удивительное облегчение от того, что похудели, стали стройными. От этого, знаете, еще никто и не жаловался. Батюшка, но сейчас ведь лето. Приезжают родственники, приезжают друзья, все хотят встретиться. Вот именно на этот месяц, вторая половина июня, первая половина июля, вот и намечают отпуска, когда шашлычка хочется, мороженого, наконец-то вдоволь наестся. И вот нет, Петров пост, и все задают вопрос часто, вот кому он сейчас нужен? Я, вы знаете, не хочу оказаться там излишне святым, великим, величайшим постником. Вот кроме, только вам скажу, больше никому. Я, как и все люди, естественно, желаем то же самое, что вы хотите. Но не все, что я желаю, полезно, в буквальном смысле. И я понимаю, вот мы возвращаемся обратно к тому же вопросу. Ведь когда родители в доме нам говорят, не делай вот это, вот это, мы, конечно, стараемся узнать, почему. Но, как правило, родители обходятся, знаете, так нужно, так положено и так полезно. А если необходимо, нам более сугубо такие глубинные познания, они в буквальном смысле в том состоят в иерархии ценностей. А ценность у нас в первую очередь должен быть Бог после того Его заповеди. Сам Господь в буквальном смысле постился. До этого Моисея для принятия скрижали. Мы ведь здесь находимся на земле, чтобы это не было, не выглядело высокопарно, для того, чтобы стяжать Дух Святой, чтобы быть, приближаться к Нему. Ни в коем случае не осуждаю никого. И от моих слов, знаете, до сегодняшнего дня люди нарушали пост. И точно знаю, что после моих убеждений каких-либо тоже они будут нарушать пост. Но приходит время. Придет время, когда в буквальном смысле человек чувствует голод вне зависимости от того, что он ел, поел этих шашлыков и вкусностей, какой-то голод, который не уталяется в буквальном смысле едой. Знаете, я вам скажу одну вещь. Пока поститься не может тот, который не понял церковь, не понял Бога и не полюбил в буквальном смысле. Вот давайте вспомним любовь. Вот человек, который влюблен, разве ему до еды? Вот разве ему до сна? До каких-либо других трудностей, которые используются? Ну, а если взаимная любовь, там хочется ужин совместный? Нет, нет, нет. Как раз и до сна, и до еды. Конечно. Все хочется просто вместе уже. Если у вас больше ничего предложить летом, кроме как, даже, не знаю, скоро портящийся продукт, кстати говоря, вы всех их перечислили сейчас. Пост, именно этот период сейчас, свежие продукты. У нас сейчас и капуста, и помидоры, и огурцы, и кабачки, и... А фруктов сколько? И картошечка, знаете, в мундире или свежая, и селедка, или там рыба хорошая, вкусная. У нас меню уже составлено. Отец Василий, а как понятие, пост идет человеку на пользу или нет? Естественно, пост не для всех и не для каждого. В первую очередь, пост для людей, которые могут этот подвиг нести. Это не касается детей, это не касается женщин в положении беременных, то есть не касается людей военнослужащих. И остается малое толико количества граждан или православных христиан, которые именуют себя, которые, знаете, сильны, крепки и могут посредством поста, в буквальном смысле это упрыть, борьбу против страстей немножко погасить. Не упивайтесь вином, ибо в нем согрешение, в нем блуд, так говорит священное описание. И должно быть, все должно быть в меру и на пользу. Естественно, не может с сахарным диабетом, кто болеет, именно строгий пост соблюдать. Естественно, подходят, здесь нам воня, говорят, батюшка, разрешите мне вот молочные продукты, пожалуйста. Естественно, никто не отказывает ему в этом. Кстати говоря, вот очень актуальная тема. Дело в том, что сейчас вокруг, где все взрывается и бомбится, где слезы и скорбь, малость нашу, которую мы можем принести хотя бы в поддержку этих людей и умолять Господа Бога, чтобы эта беда к нам не грянула. И вот через воздержание и пост, через молитву, через сосредоточение своих духовных, душевных и телесных чувств, я думаю, что это будет на пользу. А если до поста человек, вот как мы говорим, был крепок, а после поста ослаб, над чем здесь нужно поработать человеку, о чем это говорит? Есть определенный цикл такой введения в пост. Вот если обратить внимание на Великий пост, то идет сплошная седмица, затем после сплошной идет сырная, которую мы знаем, это масленица еще называем, то есть постепенное включение в пост. И здесь и перед Петровым постом, так как он не так уж и строгий, и чтобы никто и не роптал, дается неделя сплошная седмица, в которой можно вкушать все. И не те акценты реально, не те акценты мы ставим, если мы начинаем роптать. Конечно, и друзья, и отпуски важны, но самое важное, чтобы человек, как было сказано сейчас в евангельском чтении, при вступлении, если кто любит больше отца или мать, брата или сестру, сына или дочь, больше, чем меня, недостоин. Это очень серьезное, категоричное заявление Господа Бога, но для того, чтобы быть с ним, и почему они сказаны так, могу тоже двух словах объяснить. Все, что вышеперечислено, имеет свойство в один момент оставить нас. Ой, батюшка, ну вот приехали вы на море, там все включено, вот будете выбирать овощи и фрукты? Ну вот по-честному. Ну, по крайней мере, если про меня лично, то я стараюсь этот период, период отпуска, если он мне как в какой-то, в каком-то веке мне будет светить, то я постараюсь это время соотносить вне поста. Вот ну если уж уже придется, знаете, по крайней мере, чтобы и было хотя бы чувство, ну, хотя бы какого-то стыда, знаете, или совести, или как-то вот знать, что все наши кто-то там в храме и подвиг молодых людей берут на себе взрослые люди. Я хочу вас пригласить в храм, посмотреть, какие люди в большинстве своем постятся и прочищаются даже во время поста. Вы знаете, какая категория? Это дети и взрослые. Дети и самые взрослые. Те, которые имеют крепкие плечи, которые, знаете, могут горы свернуть. Об этом даже не задумываются. Они думают, что потом, потом. А потом может не казаться таким, как мы ожидаем. Многим в этот потом отказано. Вот вы говорили про чувство стыда. Лучше сделать и признать, испытывать этот стыд или не делать и вот как браваду такую вот нести, что вот я такой молодец, я вот все делаю, я пост держу, косынку ношу, платье в пол, все дела. Вот как? Кто ближе к Господу? Я вам скажу, что вот наверное странно будет для всех, но ни тот, ни другой. Здесь важна золотая середина. Вот именно должно быть тот, кто постится, да не хвалится перед тем, кто не постится. Мы никого не осуждаем и не имеем на это право. Человек внутренне готов, он еще не созрел и невозможно с него требовать. Вне зависимости от этого он взрослый или крепкий. Необходима внутренняя духовная зрелость, но без внутреннего участия, без желания, как говорят у нас русская народная пословица гласит так, невольник, небогомольник, всех заставить поститься или молиться невозможно. Можно знаете увидеть, как соблюдается внешне соблюдение поста, но пост в первую очередь это состояние души. Батюшка, Петров пост заканчивается в праздник Петра и Павла. Почему так? Этот праздник, точная дата, была поставлена в четвертом столетии в городе Константинополь, тогда уже столица империи византийской. И этот праздник был поставлен ко дню освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. От этого и называется. Кстати, этот праздник назывался апостольским, этот пост назвался именно таким названием, потому что они участвуются, на второй день уже участвуются все остальные апостолы, как тоже не меньше потрудились на Неве проповеди Христового Евангелия. Значит, праздник Петра и Павла, апост Петров, как-то незаслуженно забыли про Павла, не кажется вам так? Наши люди, знаете, особенно русский народ, он ленив на длинные словосочетания, вот в данном случае, он пост назвался апостол, Петро Павловский еще, ну, первое, первое апостол, которое называется, именно назвали так, Петровым. В молдавском языке, в буквальном смысле, произносится полностью все это слово пост, святых, первоверховных, апостолов, Петра и Павла. Ну, вот, а у нас, у нас так, у русских, вот так, у славян, именно так он называется. От этого... Но никто не хотел обидеть Павла, ни в коем случае. Ни в коем случае, нету большего никто. Самый важный, кто и есть среди апостолов, это их учитель, и наш учитель, это Христос Спаситель. И там нету главных, старших или меньших. Петров пост достаточно продолжительный, четыре недели. Вот, в этот раз он у нас такой, но чем, чем вот он отличается от великого, кроме, кроме как, что по строгости он менее строгий? Но то, что это единственный пост, который варьируется дата, и он зависит от даты установки Святой Пасхи. Именно, еще раз повторяюсь, на восьмой день после Пятидесятницы, а в следующий 2024 год, и он вовсе, если в этом году он составляет ровно 30 дней, то на следующий год он будет всего лишь 11 дней будет составлять этот пост. Так что, которые хотят более короткого поста, вот, пожалуйста, в следующий год доживем и будем радоваться короткому посту. Самый такой лояльный, да, как будто Петров пост. Он самый легкий. Батюшка, вот все ждут лета, и вот летом радуются, встречаются друг с другом, там, рассказывают, все едут куда-то, и тут приходит осень, все грустят о том, что лето закончилось. Ну, не совсем это правильно, да, не благодарят за то, что оно было таким прекрасным, а огорчаются, что оно закончилось. Батюшка, как провести лето, чтобы осенью не было огорчения, что оно ушло? Дело в том, что у природы нет плохой погоды, так говорит классик. Поэтому я вам хочу сказать, человек ждет в ожиданиях всего чего-либо красивого, хорошего, прекрасного когда-то, вот в будущем точно, на следующий год или осень, или как-то, и самые красивые моменты, в буквальном смысле, с наступлением осени, грустной погоды, человек осознает, а ведь та самая красивая позади. И, знаете, есть такое понятие чувства упущенных возможностей. Другие люди, особенно бухгалтеры, скажут, скажут, что это упущенная прибыль. И человек грустит. Знаете, необходимо соответствовать и времени, и дням, и соответствовать и природе, и погоде. И тогда таких грустей не будет. Я, кстати говоря, очень люблю дождливую погоду. По несколько причинам. Во-первых, между нами говоря, меньше меня трогают, кто-то звонит, каждый занимается своими делами. И такое внутреннее ощущение, что Господь своей милостью во время дождя смывает всякую грязь. И в буквальном смысле из лица земли, из душ людей. Я так надеюсь. Вывод. В каждом времени года находим свою прелесть. И в каждом дне тоже. Так точно. Благодарю вас, батюшка. Спаси Господь. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok